Нас ждет надвигающийся циклофетрон Антициклон Антициклоп Циклон Нас ждет надвигающийся циклон Анти Что анти? Да антициклон! Когда ты уже научишься, как правильно Сходила бы на консультацию в гидромет к Сушкову Подучилась бы ему разуму хоть чуть-чуть Добрый день, мы находимся в Воронежском гидрометцентре И сегодня мы пообщаемся на тему погоды с начальником гидрометцентра Александром Ивановичем Сушковым И главным дежурным синоптиком Светланой Первый вопрос к вам Как часто вы смотрите мой прогноз погоды? Я, к сожалению, не часто, очень редко А вы? Ну, я как-то контролирую, допустим, практически все воронежские средства Массовой информации в отношении достоверности той информации, которую доводят потребители Поэтому приходится где-то в среднем раз в два дня Хорошо, ну давайте мне устроим разбор полетов Проведем, так скажем, работу над ошибками Какие вы бы заметили в введении мной прогноза погоды ошибки? Допустим, даже и не мной Где-то там на периферии кто-то выступал Скажите, какие вы бы замечали ошибки? Ну, обычно это у нас в терминологии, в прогнозах погоды Используют неправильно градацию температуры Называют облачность Там тоже как-то Также терминология в разделе, например, территории Там южная часть, там, так и дальше Также деление дня и ночи Бывает, что тоже говорят неправильно Там в первой части дня, в второй части дня Надо уже говорить правильно В первой половине дня, по второй половине дня В основном, конечно, это использованные терминологии Вот как раз-таки хотелось поговорить о терминах Например, дождь, да, можно как-то иначе назвать осадки Там облачность бывает разная Вот какую вы используете терминологию В расшифровке данных с метеосустанцией? Конечно, все зависит от сезона То есть лето, зима, осень Так что зимой и осенью у нас используются смешанные осадки Это снег, мокрый снег, снег с дождем Уже в летний период используется, конечно, дождь, ливневой дождь И так далее Ну, а зимой мы используем также явления погоды, как гололед, гололедица В принципе, есть тоже различия между гололедом и гололедицем Какие? Дело в том, что гололед – это погодное явление А гололедица – это состояние поверхности Такие тонкости Тонкости, а это разные вещи Поэтому много здесь бывает такой путаницы Многие начинают сутки, допустим, с дня Хотя сутки-то у нас начинаются в час ночи Ну, в 12 часов ночи, да Поэтому правильнее было бы сначала температура ночью, а потом днем Сплошь и рядом день, а потом ночь Вот такое происходит Ну, вот много таких вещей, которые, в принципе, имеют какую-то свою специфику Трудно это все быстро как-то изучить, понять Да, дожди у нас же, они бывают у нас небольшие, бывают умеренные Потом сильные, очень сильные Поэтому в прогнозах мы это все учитываем Вот небольшие и умеренные, как вот их разделить? Ну, небольшие осадки-то у нас от 0 до 3 мм Уже с 3 до 14 мм считаются умеренные дожди, если мы ждем такую градацию Уже 15 до 50 мм – это сильные дожди А уже больше 50 мм – это считаются очень сильные дожди То есть, ну, прям очень сильные Это уже считается как опасное явление Это уже, если ожидаем такие дожди, мы даем что-то предупреждение У нас, правда, встречаются такие довольно-таки, даже вот среди синоптиков, вот, особенно вот из московских, такой креатив, вот, выпадет 20 мм влаги Влага уже, да? Не осадки Да, ну, а ведь влажный сыр – это примерно одно и то же, а что же ему не сказать, выпадет 20 мм сырости, да Каламбур какой-то получается Ну, вот, а какие термины употреблять в прогнозе, чтобы не показаться обманщиком? Например, наречие «возможно» можно употребить? Ну, у нас, по наставлению, возможно, мы используем только при прогнозе смерти Все, а в остальных, про прогнозе других явлений погоды нет То есть, если ждем грозу, значит, да, местами гроза, ждем град, местами град А смерти просто очень такое прогнозирование, очень сложное явление Поэтому возможно употреблять слово То есть, это когда-то довольно-таки редкое явление? Очень редкое явление, да, при прогнозе очень редких времени, как смерть Для Воронежской области вот эта смерч довольно редко бывает Если там для Америки торнадо, так там, наверное, возможно, не говорят Так как у нас, да, наша территория – это очень редкое явление, поэтому, например, мы если прогнозируем шквалы И со шквалами вероятность, там, возможно, где-то в отдельных районах смерчи Так у этого термина шквал тоже своя специфика Шквал – это не потому, что там что-то прям разрушительное Это вот резко набежал такой ветерок сильный, шквалистый вселенный ветер Несколько, буквально, минут Так же, как ливневые осадки, вот не было, не было, и вдруг вот они выпали из какого-то облачка Вот противовес, и мы облажные осадки Как часто прогнозы могут не совпадать с тем, что на самом деле? Все зависит от заблаговременности прогноза Допустим, то, что мы даем на трое суток или на следующие сутки, там 97% То есть, в принципе, то, что спрогнозировали, то оно происходит Если брать, допустим, прогноз на… Неделю На лето, да? Там уже этот прогноз, оправдываемость где-то около 60% Ну, а сами понимаете, что такое 50% оправдываемости, это может получиться с точностью наоборот 50 на 50 Ну, вот все-таки 60, это вот, видите, вот 60 Это все-таки есть, по сути дела, вероятность того, что так будет Все зависит от заблаговременности А как вот оценивается прогноз, вы говорили? Ну, есть специальные У нас есть наставление, да, по которому мы оправдываем прогноз, например, осадки Смотрим, что у нас фактически, то есть, за день выпало, например, 10 мм посадков По прогнозу мы давали умеренный дождь Значит, в градацию попадая, значит, дождь мы оправдался Также также дали небольшой дождь Было там 2 мм То есть, в градацию от 0 до 3 мм он попал, значит, тоже оправдался Ну, бывает там плюс-минус еще Там 50% можно, например, дождь мы дали небольшой, а был там умеренный То это оправдываемость 50% Потому что не вошло в градацию Также по ветру мы тоже у нас оправдываемость ветра дали, например По прогнозу ветер ждет 7-12 По фактически, например, за день у нас был Тоже, если попадает в эту градацию, там, 6 мм в секунду Значит, оправдался Ну, градация у нас идет и вперед-назад 2 мм в секунду То есть, если еще, если даем 12 мм в секунду, а было 14, то тоже попадаем в градацию А если уже больше 3 мм, то уже в эту градацию попадаем Поэтому считаем, что не оправдалось явление Тут еще вот такая вещь Ведь есть у нас, допустим, методика составления прогноза И методика оценки прогноза То есть, оправдался он или нет То есть, мы живем по методикам Вот армия живет по уставам Вот, у нас методики То есть, у нас все четко определено Это все для чего сделано? Для того, чтобы Ведь в результате каких-то опасных метеорологических условий Может, допустим, и ущерб наступить Или даже вот угроза здоровью и жизни человека Да, эти вещи-то довольно-таки такие, как говорят Чем интересуется уже прокурор Так вот, чтобы каким-то образом документированно По сути дела ответить на происходящее явление Нужно, чтобы был вот какой-то вот, по сути дела, порядок То есть, синоптик всегда может себя защитить Вот этим вот, по сути дела, наставлением Вот Поэтому, если какая-то ошибка даже возникает в прогнозе То часто виновен не синоптик А тот, кто составлял вот эту методику прогноза То есть, вот, если человек говорит 2 жди 2,5 То может его Как-то может тот, кто составлял вот эту таблицу умножения Да Поэтому у нас обычно все руководящие документы Они обновляются В какой-то период Да, утверждаются Они имеют, по сути дела Такой вид Вид закона Да В котором мы работаем И ни влево, ни вправо Только именно вот Хорошо, а почему есть такая дурацкая закономерность Когда помоешь машину, идет дождь Вот ты даже в бубны бить не приходится Вызывает дождь Вот помыла и опять пошел Примерно то самое, что вот, допустим, в четверг будет 33 градуса А в субботу будет идти дождик То есть, все начинают считать Да почему же так? Вот как наступает выходной день И не могу нос из дома высунуть Так и с машиной Ну, здесь, видимо Вот прошел дождь, да Машина немножко там вымыла ее Потом хорошая погода Ездишь, ездишь Ну, думаю, завтра-завтра помой И длится неделю И как раз у нас периодичность такая Где-то через неделю бывает Хорошая погода и дождь И вот получается вот как-то такая накладка По неволе, да Я уж сам заметил Мою много лет машину Какой-то закон подлости В последнее время вот у нас Как вот там В понедельник наступает Хорошая ясная погода Все, и к выходным начинает портиться Народ звонит и спрашивает Что же такое? Опять на выходные Ну, вот так вот Ну, в субботу хороший дождь был Хороший, да И воскресенье обещали Воскресенье там небольшой дождь Вот Ну, и видите, вот сейчас вот Вы ездите, ездите на машине Видите, что она немножко мажется Ну, думаю, сейчас вот все, вымою Хорошая погода становилась А в пятницу новый дождь В пятницу опять дождь Погода неустойчивая Да, вот особенно этим летом Оно вообще Это капризное, я бы сказала Капризное, да Июль выдался даже ниже нормы Ну, вернее, еще мы не знаем Но вообще так вот предварительно Он, в принципе, ниже нормы Наводит Что? Июль Если только По температуре где-то на полградуса Будет он ниже нормы Да А по осадкам где-то полторы нормы По осадкам были Перекрыли все нормы, да Много дождей было Почти каждый день, можно сказать Ну, не каждый день Конечно, там были периоды И жаркой погоды Но очень мало И такой теплой погоды Комфортной Но в основном было прохладно И с дождем Поэтому июль, в принципе, людям запомнится Как прохладный и дождливый Потому что мало дней было Таких вот Жарких Чтоб на речку поехать Загорать Хорошо Спасибо вам за урок Я учту все ваши замечания И бегу Делать прогноз погоды на выходные